всем привет и хорошего настроения этим прекрасным летним вечером мы снова в гостях у германа и сегодня привет 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 герман мои зрители тяжело разождались на канале те большие привет от всех и сегодня он расскажет про интереснейшие аппараты которые появились его коллекции вот они три близнеца стоят у него на столе так сказать и очень на себя друг на друга вернее похоже и в то же время кардинально отличающийся и так сегодня мы ведем речь о приемниках скажем так наверное трехпрограммного вещания вот но не совсем сетевых я передаю слово хозяину коллекции герману сейчас он нам расскажет покажет и объяснит все что к чему прошу вас герман всем доброго дня это трехпрограммный вещательный приемник сериус 203 2 класса очень неплохо звучащий и по дизайну тоже смотрите вот начали делать уже в советском союзе потихонечку такие как у и импортной аппаратуре вот у магнитол да у магнитол такие вот красивые вещи но мы не будем сегодня включать его просто круглые обрамленные серебром динамики вот видите вот у него положено три провода то есть два провода один сетевой и соответственно для сети радиовещания второе радиовещание мы включать его не будем сегодня потому что сейчас посмотрите почему не будем вот у него тут то есть три сеть и тембр и вот так куда то есть орган управления тут имеется сюда добавочный тембр и вот это что за кнопка это у него очень интересная штука то есть надо было записывать на магнитофон а можно было и пользоваться как усилителем вон оно что слушай действительно интересно этот аппарат может может быть использован как собственно говоря усилитель мощности да я думаю не стоит а то есть это и так принципе принцип понятен да мы подключаем к нему мобилу компьютер там все что угодно планшет да смартфон ну да интересно стерео или не стерео будет псевдо стерео а то есть у него имеется блок псевдо стереофония интересно заостряем внимание вот на такую вещичь очень его родной брат можно сказать да только называется это конца восьмидесятых это магнитур пардон этот аппарат у нас трех программничек конца восьмидесятых годов то есть судя по госту гост 88 до а это а это у нас называется он же лира лира тут будет 235 rp 231 очень похож но есть и отличие да вот попросим германа о них рассказать там внутри стоит диполевая антенна но это какой-то умилец уже сделал такую антенну вот проводок в качестве антенны а у тебя есть еще один экземпляр который уже так сказать мы можем открыть и показать его по траха да давай аккуратненько не ломаем но это уже не трехпрограммник это же серьезная антенна вот это не вот она а вот то есть у него по как по принципу старых радиол до внутри проложен диполевый проводочек антенна вот стоит фишка снята то есть можно вставлять было антенну штатную как ставилось на а тюнеры но разъем похож на разъем тюнерский то есть внутри много интересно вот это же у нас блок у к в да это полноценный блок у к в полноценного приемника который можно настроить на три фиксированные станции прикольно вот этими вот рукояточками мы можем настроить его что из этого всего вышесказано следует следует за этого то что его не нужно включать в радиотрансляционную сеть правильно не надо он на свой диполь будет ловить и даже в домах которые не оборудованы так сказать радиотрансляционной сети региона неисправно мы на него можем ловить три фиксированные программы использую как качестве приемника настроим давай и человек чувствует поймали два канала уже то есть вот эта фраза что сдал чуть-чуть поймать бы если поймается тоже самое что-то новое не совсем хороша для приема может быть у тебя зона радиоприема не очень хорошая полагать и со всех сторон он тоже окружен многоэтажными зданиями он может посмотреть в окно а ты имеешь ввиду обычную штыревую дамске или скопическую ну согласен тут даже есть автоматическая постройка частоты интересно врубайте будут давай послушаем очень качество изучением программку выйти из дома очень часто служит колесочник практически из дома летом еще вытащат погулять и все в интернате у нас есть возможности нас есть свой транспорт и могу счет и мы возьмем летнее время там поломнический политик очень интересные мы берем дизайна хочу сказать заметить у нее очень неплохой то есть видите тоже вот такой стал такие красивенькие у него да 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 такие манерные решетки как под импортный магнитол и серебристое обрамление динамиков вообще внешне он тоже же может быть использован как усилитель как усилитель мощности конечно то есть имеются входы до выход на магнитофон или как бы вход собственно говоря линейные грубо говоря ну тот же грубо говоря аукс как сейчас бы его назвали да я вот такой еще не дал аппарат прикольно а почему ты решил что он псевдо стерео где-то было указано а вот этот а вот этот конкретно белый он псевдо стерео или нет на этом было на таких вот на сериусах были написаны ну сериусы да они были как бы вся аппаратура класса сериус они были не то панофонические даже если взять радиолы да различные чувствительно как бы расширяется до стерео база лира лира то есть сириус 203 лира 231 сегодня представлена у нас на нашем обзоре да интересные интересные не часто встречающихся хочу сказать аппараты да я хочу сказать у кого приемников встречается таких достаточно много было достаточно трехпрограммных трехпрограммных но как бы вот такого что массовых не было такого я тоже не помню их массового нашествия вот это вероятно уже 90-е годы до который ну да тут крупно указано что этими наука вешний индикатор питанием я на этом индикатор питания тоже между только решеточки у этого посимпатичнее у нижнего да у этого они такие вот именно уже решетчика металлическая этого пластмасса ну что же вот такие интересные аппараты появились коллекции уважаемого мною германа и поэтому поэтому мы вот поспешили с вами этим поделиться ладно на этом наверное про данные аппараты мы сегодняшний обзор завершаем и перейдем к следующему следующим рубрикам конца 80-х годов они все работают там не замене ни один конденсатор да да что ничего не один электролит ничего же просто взял почистил и как бы они не надо было ничего них не менялся ладно ладно поздравляю поздравляю тебя с приобретением подполнением коллекции всего на этом откланяемся всем хорошего настроения пока